Фонд, который возглавляет известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула, сообщил, что приобрел для вооруженных сил Украины полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли. Насколько вот это приобретение нужно сейчас военным и какие задачи позволит решить? Ну, если это спутник ориентирован на Украину, думаю, раз консультации там проводились с Министерством обороны Украины, то военные знают, о чем идет речь. Мы практически будем пользоваться, ну, будем так говорить, в режиме онлайн будем иметь, наши военные будут иметь достоверную информацию о нахождении российских вооруженных сил. Это очень хорошее подспорье в плане информативности нашего генерального штаба. Но, насколько я понимаю, мы получаем от наших союзников такую разведывательную информацию. Здесь речь идет о том, что, возможно, мы будем просто получать ее быстрее? У нас будет второй канал. Знаете, у разведчиков есть правило, что информация считается достоверной, если она подтверждена из нескольких источников. Поэтому второй канал альтернативный, который мы можем использовать. Я так понимаю, мы купили абонемент на год. Если мы будем иметь полный доступ к базе данных этого спутника, то тогда мы будем работать, даже, наверное, быстрее получать ту информацию, которую нам предоставляют партнеры. Плюс выпадает время на согласование, допустим, когда мы даем заявку, что нам надо изучить этот район. Здесь мы открываем базу данных и изучаем тот район, который нам нужен. А вот была информация о том, что Россия запустила иранский спутник, который тоже зондирует поверхность Земли. Они пытаются решить те же вопросы, да, вы считаете? Да, это была попытка решить те же самые вопросы. Кстати, у России, при том, что она так себя позиционирует космической державой, у них нет системы, такой, как у американцев, допустим, Всевидящего Ока. Где там, как когда-то говорили в анекдотах, что со спутником можно теперь и газету прочитать на поверхности Земли. Так вот, Россия не добилась в режиме онлайн, у них нет разведки. А, кстати, Иран очень жестко ответил по этому поводу. Они сказали, что они лично разрабатывали, айтишники Ирана разрабатывали алгоритм шифрования данных для общения со спутником. И они не собираются его передавать Российской Федерации. И спутник будет работать исключительно по Израилю в интересах Ирана.